Глубоко уважаемые коллеги, уважаемый президент, слава Богу, мы поняли, кто сидит за столом, таблички менялись, и даже Евгений Наумович подошел. К вопросу, который дискутировали с Евгением Наумовичем, думаю, что не все всегда определяется только размером. И да, как ни странно, все детекции, в основном биопсии жидкостной, они относятся к неэффективной уже терапии ингивитрометерозинкиназ. И эта опухоль уже сильно задавлена исходно ингивитрами, и где-то появляются очаги прогрессирования, и они могут быть не столь массивны. Поэтому потенциально выявлять на ранних стадиях жидкостной биопсии, может быть, можно будет в большем проценте случаев. Но это в виде дискуссии. А то, что тут собрались оптимисты, это очевидно, и, как говорят оптимисты, это не те, кто первые кричат «Ура», а те, кто последние говорят, что это конец, но все остались. И я вижу оптимистов. Давайте посмотрим, что можно сделать в переводе процесса в операбельное состояние. Вот если мы говорим о иммунотерапии, посмотрите, достаточно долго мы говорили только о работе в режиме уклонения, когда иммунная система уже не доминирует над опухолью. Это диссиминированные процессы. И здесь сегодня все более-менее стало понятно, понятны принципы, понятны стандарты, и что мы можем получить в результате воздействия. Другое дело равновесие. Это условно-операбельная стадия, когда опухоль и иммунная система конкурируют друг с другом, опухоль не прорываются, может быть, в лимфатическую систему, не появляются отдаленных метастазов. И здесь успехи иммунотерапии на первых этапах столь впечатляющие, что мы можем уже говорить в некоторых случаях действительно даже о переводе опухоли в операбельное состояние. Прежде чем будем рассуждать над дальнейшими слайдами, обращу ваше внимание на новый термин, который может не очень благослуточно переводиться на русский язык как «большой морфологический ответ», но под ним подразумевается ситуация, когда морфологи в операционном материале выявляют менее 10% жизнеспособных клеток. И что очень отрадно, что ряд исследований уже показали, что пациенты, продемонстрировавшие такой большой морфологический ответ, демонстрируют в дальнейшем и лучшие отдаленные результаты лечения. На круг надо сказать, что эффективность иммунотерапии в неодеванте, она достаточно хороша. И я продемонстрирую ряд позиций, которые могут увеличить частоту такого большого морфологического ответа. Посмотрите, в данном случае речь идет о использовании отозоризумаба у больных операбельных 1-й, 3-й стадии немелкокреческого рака лёгкого. И большой морфологический ответ выявлен почти в 20% случаев, то есть у каждого пятого. Обратите внимание и на нижнюю строчку. Регресс более 50% у каждого второго пациента. Никогда такие результаты ещё не были доступны с использованием традиционной ципотоксической терапии. 20% – это много или мало? Ну, всё в сравнении, на каком-то этапе этого достаточно. Но посмотрите, что происходит, если мы комбинируем иммуно-иммунопрепараты. И в данном случае речь идёт о комбинации антисетеля-4 с антипедиа-1 препаратом и пилимумаб, и неволумаб. Это последняя колонка в таблице, и частота большого морфологического ответа вместе с полным ответом уже составляет 44%. Мы видим удвоение этого показателя. Много это или мало? Посмотрим на следующем слайде и увидим ещё одну впечатляющую цифру. Сочетание иммуно-онкологического препарата с химиотерапией. В данном случае идёт речь о сочетании неволумаба с химиотерапией. Частота большого морфологического ответа – 82%. Представляете, из 10 начинающих лечения у восьмерых мы получим большой морфологический ответ. Посмотрите строчкой ниже – полный патоморфологический ответ – 70%. И после таких результатов, конечно, можно и нужно говорить о том, что сегодня в исследовании включаются не только потенциально резектабельные уровни R0 пациента, но сюда же и включаются пациенты третьей B стадии. Поскольку, имея возможность надеяться вот на такие ответы, действительно стоит вопрос о переводе в операбельное состояние нерезектабельных ранее пациентов. Клинические наблюдения из нашей практики. Пациент с плоскоклеточным раком лёгкого. Вторая B стадия, в котором проводилась комбинированная иммуно-химиотерапия. Здесь представлены снимки до операции, до начала лечения и после лечения. Он получил два курса, и вы видите 6-сантиметровую опухоль и морфологическая картина. Внизу тотальное опухолевое изменение. Однако в кружке взято перевазальная инфитрация лимфоцитами, что может расцениваться как хороший прогностический фактор. Более того, надо сказать, что у этого пациента было 99% экспрессия PD-L1. Это был пациент-курильщик с плоскоклеточным раком лёгкого, и у него был региональный метастаз уровня N1. Вот картина рентгелогическая после двух курсов лечения. Вы видите практически полный эффект, но он не был зарегистрирован рентгелогически как полный эффект. А вот морфологи подтвердили, что опухолевых изменений нет, есть лейкоцитальные инфильтраты и фиброз. Более того, посмотрите, как выглядел среагировавший лимфатический узел. Это зона некроза, и она окружена лимфоидной инфильтрацией, как забором. То есть это очень серьёзный иммунологический ответ на проведенное лечение. Мы провели дополнительное иммуногистохимическое исследование удалённого препарата и посмотрели сначала инфильтрацию оставшихся изменений в виде CD45. Это все лимфоциты, гранулоциты, моноциты и макрофаги. А потом отдельно препараты покрасили CD4, CD8 и CD20. И при этом CD4 потенциально это те самые Т-регуляторные клетки, которые, наверное, дезорганизуют противообхливый ответ. CD8 – это токсические лимфоциты, CD20 – B-клетки. И поданализ показал удивительные результаты. CD20 к CD3 лимфоцитам, то есть лимфоциты B к лимфоцитам T составили 20 к 80%, превалировали B-клетки. Мы ожидали совершенно другой картины, что будут превалировать T-клетки. При этом, посмотрите, CD4 – 70%, а цитотоксических всего лишь 30%. Может быть, уже реализовалась иммунологическая реакция полноценная, и организм включил защитные механизмы, наоборот, для того, чтобы тормозить иммунную реакцию и не спровоцировать каких-то аутоиммунных агрессий. Это результаты тех самых научных исследований, которые можно себе позволить, имея в руках достаточно чёткие алгоритмы проведения неодевантной терапии, и в кратчайшие сроки получить исходный материал, провести эффективное или менее эффективное лечение, получить операционный большой материал и его всесторонне изучить. Для чего это надо, поговорим чуть позже. А прежде хочу показать другой случай, и в данном случае речь идёт уже не о плоскоклеечном раке, а о аденокарциноме, где также нами проведена иммунохимиотерапия, два курса до операции. Вот так выглядела исходная опухоль, она была на грани резектабельности, и, соответственно, мы пошли на данный вариант неодевантного лечения. Показываем в динамике, как изменились опухолевые изменения, верхняя картинка с верхней правом столбики и нижней картинки, явный выраженный рентгенологический эффект, а полный он или не полный, сказать о рентгенологической картине нельзя, тем более все работы указывают на то, что рецист-1, к которому мы привыкли, он не позволяет полноценно оценить выраженность полученного эффекта. В данном случае была выполнена позитронно-эмиссионная томография, и вы видите, зарегистрирован полный метаболический эффект, и пациент был прооперирован. После операции заключение звучит с учётом данных предыдущих исследований. Понятно, что опухолевой ткани не осталось. Это речь шла исходно о аденокарциноме лёгкого низкой степени дифференцировки, а сейчас морфологическая картина соответствует лечебному патоморфозу четвёртой степени. Ну, много говорили о маркёрах, предикторах эффективности, и, конечно, первое, что приходит на ум – PDL-1 экспрессии, и в некоторых работах указывают, что большой морфологический ответ доступен как раз у пациентов позитивных по PDL-экспрессии. Хотя есть работы, где встречаются пациенты с отрицательной, с отсутствием экспрессии, и там тоже получают выраженные ответы. Одним из интересных направлений является изучение мутационной нагрузки в опухоли, что тоже является предиктивным фактором, но, возможно, это более интересно в случае, если вы используете иммуно-иммунотерапию в плане комбинированного лечения. В любом случае, это те научные направления, которые до сих пор не реализованы и могут стать базовым интересом к дальнейшему развитию научных направлений. Но суммируя всё услышанное о неодевантной терапии, нам кажется, что именно неодевантная терапия сегодня может стать тем объединяющим фактором научных исследований в России для понимания процессов канцерогенеза и развития механизмов резистентности. На сегодня вот на одном слайде уместились какие-то традиционные понятия о неодевантной терапии, чего мы от неё ждём, и они были сформулированы ещё в конце прошлого века, не претерпели изменения. Действительно, влияние на потенциальные микрометастазы, возможность оценить чувствительность к выбранной схеме терапии с возможностью смены схемы терапии в одевантном режиме, что относится к цитотоксическому лечению. Безусловно, неодевантная терапия достигает довитализации опухоли перед хирургическим вмешательством, и мне очень нравится, как до сих пор дискутируют, сначала перевязывать вену или артерию, но, поверьте, сегодня это уже совсем не актуально. Неодевантная терапия даёт время для реализации субклинических метастазов при их наличии и избавляет пациента от ненужного хирургического вмешательства. Какие вопросы, каждый из которых может стать отдельным научным направлением? Конечно, не по силу более малым учреждениям, чем национальные центры, охватить всё, но каждое из действий, которые мы сегодня предложим, может стать темой отдельного научного направления. Что важно? Мы можем изучить операционный материал и оценить оставшийся жизнеспособный клон клеток с оценкой механизмов резистентности, собственно, генетическими нарушениями и оценкой микроокружения, а это позволит выбрать новые стратегии лечения с учётом резистентности. Мы, собственно, не то искали. Мы всегда с морфологами искали, какая степень патоморфоза, первая, вторая, третья. А сейчас понятно, что надо изучать оставшиеся жизнеспособные клетки. Именно они станут потом доминирующими, они дадут рецидив. И, собственно, та фраза «всё, что нас не убивает, делает нас сильнее», относится к оставшейся опухоли. И я полностью на стороне хирургической тактики. Надо оперировать, надо удалять, надо получать материал. Это даст дополнительную пищу для размышления. Это улучшит отдалённые результаты. Далее. Такое элегантное исследование, Амбрелла само за себя говорит. Ведь я не думаю, что так мало больных и GFR мутированных на ранних стадиях. Их достаточно. Мы просто не занимаемся детекцией. Мы считаем, это не нужно делать. А если бы мы всех проводили через тестирование, я думаю, частота выявления была бы, ну, может, не такая высокая, как предиссиминировать, но она была бы достаточно высока. И всё это можно сделать по плазме. Я понимаю, что это проект. Но, может быть, кто-то двинется на этот проект, сделает. И когда мы всех пациентов начнём тестировать на наличие активирующих мутаций либо других значимых молекулярно-генетических нарушений, мы отберём группу пациентов для эффективной, заранее эффективной неодиевантной терапии. Ну и много было сказано уже о таргетной терапии. Не буду повторяться. Одна из концепций здесь представлена. Два месяца эффективной неодиевантной таргетной терапии. Она эффективна будет с вероятностью 80%. Уж как минимум стабилизация-то, если сюда считать, это точно. Но эффект будет в 60-70%. Это точно уменьшит объём опухоли. Это увеличит радикальность операции. Я даже не знаю, нужно ли потом уходить на одиевантную терапию таргетной. А может быть, достаточно по показаниям сделать цитотоксическую терапию. Вопросы остаются. Но то, что такая концепция развития возможна, это вполне вероятно. Перевод неоперабельного состояния в операбельное. Что мы знаем? Что частота объективных ответов на неодиевантной цитотоксической терапии достаточно высока, неожиданно высока. Я, честно говоря, этой цифрой не обладал. Специально искал её к этому выступлению. Оказалось, до 65%. Мы же привыкли, что цитотоксическая терапия даёт объективные ответы при диссиминированном раке где-то в 25-30% случаев. Здесь двукратное преимущество. Раннее начало. Выраженный частичный ответ. Но что такое частичный ответ? Частичный ответ – уменьшение опухоли до 30% и более. И когда-то мы этим удовлетворялись. Но давайте вернёмся к большому морфологическому ответу. И если 8 из 10 пациентов получают большой морфологический ответ, а 70% – это полный регресс, то здесь, конечно, можно говорить однозначно о переводе опухоли в операбельное состояние. Много сегодня говорилось о том, что хорошо бы делать лобоктомию, а не пневмоноктомию. Но да, эти же показатели говорят, что объём операции по лёгочной паренхимии наверняка может быть скорректирован. Это ещё одно исследование, потому что если раньше опухоль проксимальной границей по главному бронху уходила на химиотерапию, это не изменяло наши подходы к объёму резекции лёгочной паренхимии. Сегодня, когда реализуются иммунологические механизмы регресса опухоли, я не уверен, что надо делать пневмоноктомию. Можно уйти и сделать экономную резекцию. Но это ещё одно направление научного исследования. Наконец, морфологическая оценка с градацией противопухолевого эффекта. В случае, если выраженный патоморфологический ответ будет всё-таки признан достаточно убедительным прогностическим фактором, то сроки внедрения результатов клинических исследований в практику сокращаются в два раза по сравнению с адъюантным исследованием. Сегодня, в сегодняшнее время интенсификации процессов, получения новых знаний, преступно тратить время просто впустую в ожидании отдалённых каких-то эфемерных результатов. И надо сказать, что средний график на этой диаграмме уже настраивает на хороший лад. Он один, может быть, из немногих, но посмотрите, насколько лучше достоверно живут пациенты, у которых реализовался большой морфологический ответ по сравнению с менее выраженным ответом на проведённую иммуно-неадъювантную терапию. Ещё одним вопросом может стать целесообразность проведения адъювантной иммунотерапии. Ведь стандартами сегодня даже при Н2 или Н+, является адъювантная терапия с цитотоксическими препаратами. Но, может быть, достаточно будет ввести два курса неадъювантной терапии с операцией и четырьмя курсами цитотоксической терапии, мы понимаем, мы из практической медицины, это и финансовая другая нагрузка. И это тоже предмет для отдельного исследования. Может быть, не надо всем продолжать в адъюванте ещё год иммунотерапию, а может быть, надо. Покажут исследования. Наконец, самый большой морфологический ответ. Вот на сегодня он ещё не стандартизован. В мире не пришли к единому стандарту. Если мы будем двигаться в этом направлении вместе, то это подтянет и морфологическую нашу службу. Им надо ставить конкретные задачи, конкретные мануалы. Они научатся, и вслед за этим подтянутся новые знания в этом разделе. Наконец, на что ориентироваться? КТ или МРТ или ПЭТ-исследования? Вот Евгений Владимирович показывал неэффективные ПЭТ-исследования, где была перепутана лимфоидная инфильтрация с прогрессией опухоли. Я показывал, где исследование ПЭТ, наоборот, казалось очень информативным. Но я знаю, что вот такая картинка по КТ, где вы видите до начала лечения и после проведения иммунотерапии, кажется, отрицательная динамика в рамках стабилизации. Но морфологическая картина показала, что это лимфоидная инфильтрация. И сегодня рецист один просто не подходит по КТ для оценки этих изменений. Очень интересная ещё одна концепция. Я зачту, послушайте, прочитайте вместе с нами. Применение иммунотерапии в неодевантном режиме может быть эффективнее одеванта у пациентов с резектабельными опухолями, так как операция сопровождается систематической медицинальной димфодисекцией и исключает участие дренирующих лимфоузлов в формировании локального иммунного ответа. Ведь даже при лучевой терапии сегодня не облучают, как раньше, все поля, выбирают только поражённые лимфоузлы. Профилактической лучевой терапией не занимается. А если мы уже пошли на операцию, то мы провели систематическую лимфодисекцию. И мы не выборочно убрали изменённые лимфоузлы, а мы убрали и здоровые лимфоузлы. Но они могут сыграть свою ключевую роль в формировании локального иммунного ответа. Поэтому я за неодевантную иммунотерапию. Ну, наконец, цели совершенно неоднозначные, но интересные. Я почерпнул из западных источников, вы даже поймёте из этих формулировок. Хотя и к этому нам надо готовиться и понимать. Посмотрите, переносимость неодевантной терапии лучше, чем одевантной. В некоторых случаях одевантная терапия непереносима. И я соглашусь с Олегом Валентиновичем, который сказал, что сложно проводить терапию. Дальше. Эффективная неодевантная терапия повышает приверженность пациента к одевантному лечению. Ещё 10 лет назад от меня такую фразу услышать было невозможно. Но сегодня, поработав с пациентами, по-другому, посмотрев на работу с ними в терапевтическом разделе, я скажу, очень важна приверженность пациента к такому лечению. Интервал отказа от курения при неодевантном лечении до хирургического вмешательства является функционально значимым и улучшает послеоперационный период. И оказалось, что такие работы есть. Пациент, который на начало неодевантной терапии бросил курить, у него улучшаются функциональные тесты по функции внешнего дыхания за период проведения неодевантной терапии. И к операции он подходит функционально, более подготовленный, чем мы увидели рак лёгкого и сразу его прооперировали. Тоже относится к периоду неодевантной терапии, который позволяет выявить скрытое коморбидное состояние, компенсировать их и снизить риски операции и послеоперационного периода. И мультидисциплинарный подход, за который тут, по-моему, никого призывать не надо. Все поняли, что это надо делать вместе. И призываю сюда и хирургов, и морфологов, и генетиков, и лучевых терапевтов. Это та основа, которая позволит реализовать все те возможности, которые сегодня даёт неодевантная терапия. И вот так мне кажется, что сегодня неодевантная терапия – это время, это максимально удобный вариант получения новых знаний, концентрированных. А то, что недоступно всем и всё, вот ещё китайская мудрость, кто-то уже к китайцам обращался в виде цунами. Не бойтесь расти медленно, бойтесь оставаться неизменными. Выберите себе какой-то компонент, делайте его, и вместе, собираясь, мы действительно сможем решить большие задачи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Какой вопрос один, пожалуйста, по регламенту? У нас ещё есть время, пожалуйста, коллеги. По-моему, достаточно понятно, достаточно проспективно нам предложил Константин Константинович свой материал. Продолжение следует...